Кто вы знаете, что в Новодитовском монастыре замечательный Александровский собор, который был священ Патриархом, не так давно бывали там, наверное, да? Слышали, как там монашки поют, в общем-то, очень красиво, конечно, росписи и карли. Все это сделано. Хазинцев постарался отремонтировать его. Я вам хочу сказать, что такой же собор у нас был в Ринде. Вот на месте нынешнего храма стоял именно такой громадный в виде купольный храм. Он на фотографии 1916 года, как верхний храм Михаила Архангельского. Нижний храм был старо-венческий, деревянный, свято-троицкий. Он сгорел в 30-м году. Этот храм у нас взорвали в 1964-м. И, к сожалению, мы сейчас не можем подпасываться, что у нас этот храм сохранился. Вот здесь было по гост, видите, и была усыпальница Демилева, где их хранили. Ну, как бы, многие храмы в годы советской власти его постигла печальная участь. Значит, ну, оттуда все было вынесено, и иконы, и таскать, и все. Здесь устроили сначала гараж, цепной цех. В годы войны здесь производили в этом цепи, в храме прямо внутри, цепи колючие, колючую проволоку в цепи противоскольжения. То есть его использовали как промышленный такой объект. И поэтому храм Бетшанцы, и в 60-е годы этот храм представлялся бы уже жалко на такое древище. Вот он стоял на горе, покосившись, дарши трещину. И поэтому не знали, что с этим храмом можно делать. Вот. Проведена была такая конференция, как бы, часть верующих людей выступала за то, чтобы сохранить храм. Просили, отдайте нам, мы свои деньги восстановим. Отказали. Другой голос, значит, говорил, что не надо взять в музей. Ну, и в-третьих, значит, было принято все-таки решение о том, что нет денег на восстановление храма. Состоялось решение из полкова, а он полкова бежал, что надо храм взорвать. Вот у нас здесь в 1964 году произошла вот такая картина. Вы видите, в котором запечатлел бы за пять минут храм до взрыва, а время взрыва и после него. Значит, вот те, кто приходили на экскурсию, потом уже мне рассказывали, очевидцы, как это произошло. Ну, во-первых, когда закрыли, считаем, окна домов, люди все равно стояли в проулках. Когда прогремел первый взрыв, все упали лицом на землю и, говорит, стон прошел перед ним. Подняли голову, храм стоит. Он крепко был создан. Кирпичи-то были у нас на Барановке, в раствор клали яйца. В раствор еще клали вот эти вот монеты, которые люди бросали на стекистых храмов. И так кладка была открученная. Храм строили 22 года. Обзорвали на землю. Продумел второй взрыв. Опять люди упали на землю. Опять стон прошел по ревне. Подняли голову, храм стоит. И так было четыре раза. И только после четвертого раза папа поднялся вверх, покрылся в трещину и упал в кубах пыль. Вот очень долго у нас на горе, здесь ни одной дистилете лежало, эта куча развалин. В общем-то, никого она даже не волновала. Это люди, которые хотели поживиться чем-то. Они утаскивали кирпичи. Он стоит из-за гаражей, домов. И вот один товарищ, он утащил кирпичи и построил себе гараж. И опять у меня очевидцы рассказывали, что находиться он в нем не мог. Он оттуда выскакивал. Ему чудилось пение, что кирпичи поют. Храм-то был намолен, понимаете. Ему чудилось православное пение. Вот. Такова история взрыва нашего храма. Ну, а дальше, когда состоялось уже решение строительства и восстановления храма, это было начало 21 века. Храм восстанавливали в 2009 году. Но построить его такой величественной, красивой уже не смогли. Восстанавливал у нас храм Сукс. Сейчас это ОГНК. Когда эскаватор стал копать под храмом и зачерпнул ковшом, то он вытащил случайно совершенно часть руки парчевого материала. Значит, под храмом сохранение. Это огромный притач угонный, на который написано. В 1826 году заложил все храмы по благословенной грамоте, Дионисия, значит, дископа, кирпского, кирпичного, что. Все это было. Мы не знаем, кто там похоронен эту могилку, вот сюда вот поставили, возле Троицкого, тогда перенесли, он здесь похоронен. У нас сейчас в Рюгде храм Артистотида Михаила, там есть верхний и нижний храм. Нижний храм, во имя Скридона Тимихонского, там красивый, фарфоровый, там остался. То есть, в Троицке у нас сейчас находится православный на улице, в Агенте Берека. У нас есть часовик обложения Матроны Московской на реке, вот здесь на Курейке, в Миланском парке. У нас есть новый храм Жонг и Роносец, на улице Горького, деревянный, небольшой. Ну, там тоже будет строиться вот такой же камень. Роносец.